Всем друзья привет! Если у вас в машине не хватает USB портов, причем неважно для передних пассажиров или для задних, ну или для вас, то у меня для вас есть прикольная вещица на обзоре. Это вот такой вот разветвитель USB и USB-C зарядок, то есть портов, для зарядки ваших гаджетов. И как я понимаю, через него даже можно заряжать компьютер или какое-то мощное устройство, типа компьютера. Всем, кому интересно подобная вещица, приятного просмотра! Мобильные зарядные устройства сделают вашу поездку максимально комфортной и нескучной, так как гаджеты всей семьи будут заряжены. Зарядка оснащена тремя выходами USB и одним Type-C, что позволяет одновременно заряжать 4 разных устройства. Данная модель поможет вам заряжать не только мобильные телефоны, но и другие аксессуары, например, планшеты или ноутбуки. Поддерживает функцию быстрой зарядки Quick Charge 3.0. Максимальная мощность всех разъемов составляет 90 Вт. Надежный и прочный огнеупорный корпус из алюминиевого сплава и ABS пластика, а также поликарбоната. В сочетании с новыми технологиями защиты от перегрева и перезарядки позволяют без лишней боязни использовать зарядку для всех ваших гаджетов. Среди особенностей следует отметить наличие LED-дисплея, благодаря которому вы сможете отслеживать показатели напряжения для каждого разъема в реальном времени. Также данная модель имеет дополнительный разъем-прикуриватель, к которому можно подключить еще одно зарядное устройство с максимальной мощностью 45 Вт. Длина кабеля 90 см. Благодаря наклейке на обороте крепко крепится к тропедии автомобиля или другому удобному месту. А теперь давайте протестируем зарядку с нагрузкой и посмотрим на что она способна. Сейчас будем проверять наше зарядное устройство на напряжение. То есть мы на него подадим напряжение, как будто мы заряжаем телефон и посмотрим выдержит ли оно, то напряжение, которое мы подадим и подтверждается его мощность или нет. Я уже, честно говоря, не помню, какая у него мощность по заявлению, но сейчас по факту... Ага, вот смотрю, 60 Вт. Ну это, наверное, 60 Вт максимально на все входы. Короче, смотрим. Сейчас, вот, смотрим. Пока что у нас 5 В, 0 А идет нагрузка. Тут просто пишется 12 В, В, вернее. Так, смотрим, подаем на него нагрузку. Вот, смотрим, 5 В, 2 А. По вольтаже просадки нету. И тут тоже, смотрите, тут 5,1 В пишет, у нас 5,08. То есть, в принципе, нормально попадаем. Тут уже пишется по Ваттам. 14,6 Вт. Ну, у нас тут только вольтаж и ампераж. Ага, Ваты у нас, вот тут тоже есть, маленькими цифрами 13,900 и скачет. 958, 931. То есть, в принципе, тут немножко больше показывают по Ваттам, чем на нашем устройстве, чем на нашей нагрузке. Посмотрим, при каком ампераже будет провал по вольтажу. Так. Смотрите, 5 В и 3,7 А. Это очень хорошие показатели. Как для подобного устройства, тем более для авто. Вот, при 4 А уже просадка пошла немножко. Хотя, вот, смотрите, выровнялась. В общем, вот скачет капитально. Ваты у нас скачут. В общем, вот такие показатели. Что можно сказать? 5 В и почти 4 А, вот 3,9, держит нормально, стабильно. Тут же показывают 5,2 В и 21,6 В. А тут показывают 20 В. То есть, грубо говоря, в принципе, можно сказать, что да. Окей. И давайте еще подключим к нему Quick Charge 3.0 нагрузку. Вот у меня есть такой приборчик. И тут вот можете еле-еле увидеть, что Quick Charge 3.0 показывает. То есть, это пошла бы быстрая зарядка. И он держит быструю зарядку. Опять же, 5 В, 3,8 А. Еще немножко мы дадим ему нагрузочку. Может, вот, смотрите, 5,12 В и 4 А, ровно, грубо говоря. Тут показывают 5,2 В и 22,4 В. По Ваттам тут показывается 20 В, 20,5 В. Вот. В общем, ну вот как-то так. Мне кажется, что данная приблуда для машины прям вот хорошая штука. Ну и давайте еще ради чистоты эксперимента проверим какое-то другое гнездо. Вот сейчас прям не отходя от кассы. Допустим, проверим, это у нас было первое, проверим третье гнездо. Так, сразу у нас все запустилось. Тут у нас уже показывает порт 3. И смотрим, вот, 5 В, 3 А. Вот, уже выключилось. Сейчас немного сбавим. Нагрузка на Quick Charge 3.0 на быструю зарядку работает. Подключена и светится. Ну вот, вот, третье гнездо, как вы видите, при 4 А отключается. Уходит в защиту. Вольтаж, в принципе, 20 Вт. То есть, 20 Вт, как на первом гнезде. Вот, 5,3 В. 5,08 В. 3,92 А. Тут только Ваты показываются. То есть, как по мне, мне кажется, что это очень хорошие показатели. Прямо довольно достойные показатели. Так что, как-то так. Юзайте. А вот, 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 вот. Ну, 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 ну. Продолжение следует...